Между тем, итоги АТО остаются спорными. С такими задачами столкнулись киевские власти. И с какими задачами столкнулись киевские власти, и почему министр обороны Чехии Мартин Стропницкий назвал их поведение пассивным? Кто с кем воюет на юго-востоке Украины? Этот вопрос мы задаем политическому обозревателю РТВА Марии Гордон. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Валерий. В настоящей гражданской диверсионной войне всегда больше двух сторон. Помните песню «Красные, зеленые, золотопогонные»? Примерно то же самое происходит и сейчас. Давайте внимательно присмотримся к ситуации в том же Славянске. Кто находится на баррикадах и из кого состоит так называемое мирное население? Часть его – это действительно мирное население. Они пришли отстаивать свою точку зрения, неважно, откуда она у них взялась. Таких людей сразу видно в телерепортажах с юго-востока. Обыкновенные тетеньки и дяденьки, в основном безоружные. Далее. Молодые люди спортивного телосложения. Оружие от бейсбольной биты до калаша. Это могут быть просто хулиганы, которые активизировались в отсутствии работающей власти. Это могут быть организованные хулиганы, тетушки, которые расплодились усилиями антимайдановских группировок. Это могут быть серьезные донецкие бандиты, которым платила и платит непосредственно семья Януковича. Усилиями семьи объясняется и бездействие милиции в том же Донецке. Старший сын беглого президента Александр, известный по прозвищу Саша-стоматолог, назначал и подкармливал всю милицию на востоке страны. Несложно предположить, что он продолжает это делать и сейчас. Туристы из России, немногочисленные, но эффективные, профессионально координируют действия любителей. Именно они, гости в бронежилетах и полной боевой экипировке, в основном и берут здания отделения милиции. Толпа бросается за ними, разбирает оружие, благодаря чему каждый желающий в этом регионе уже неплохо вооружен. Вот мы уже подошли к теме зеленых человечков. Есть сведения о том, что они перебрасываются из Крыма, куда в свою очередь попали из Подмосковья. И, к слову, о человечках. Зеленым противостоят черные человечки, которых сегодня видели на улицах Харькова. Это уже личная дружина господина Коломойского, губернатора Днепропетровска, который всерьез взялся защищать свою территорию. Он их вооружил, он ими командует. Не надо забывать и о людях бизнесмена Рината Ахметова, которых в Донецке очень много. Они тоже вооружены, тоже участвуют в событиях, просто сейчас еще непонятно, какого они цвета. Кроме того, с другой стороны есть самооборона Майдана и правый сектор, которыми российские СМИ пугают детей. Глава правого сектора Дмитрий Ярош все время собирается воевать на Юго-Востоке, только до сих пор его там не видели. Видели только его чистенькую визитную карточку, которую, напомню, после теракта в Славянске обнаружили в сожженной машине сепаратисты, и которые до сих пор размахивают в интернете. Валерий. Мария, в чем причина вялости киевских властей? Такое впечатление, что они не только не могут, но и не хотят отстаивать Юго-Восток своей страны. Мария. В этом уравнении опять задействовано много неизвестных. Тут и естественный страх пролить кровь мирных жителей, тут и боязнь российской армии, которая заняла на границе с Украиной необоронительную наступательную позицию, тут и внутренние причины, многих из которых мы не знаем. Есть версия, я подчеркиваю, версия о том, что Турчинов и Яценюк сознательно сдают Восточную Украину по приказу своего партийного лидера Юлии Тимошенко. И действительно, Донбасс – это не ее электорат. Если Донбасс отвалится, у нее увеличиваются шансы на победу на выборах. Это нетрудно подсчитать. Так что натовцам пора перестать удивляться нерешительности Киева. Тут знаете как? Направо пойдешь, коня потеряешь, а налево пойдешь. Головы лишишься? Валерий. Спасибо, Мария. Это был комментарий моей коллеги Марии Гордон.